Всем доброго дня! Это Гелиосар, и сегодня мы продолжаем цикл занятий под названием «Английский с нуля» по учебнику Валентины Скульте. Мы продолжаем изучение пятого урока, lesson 5, и сегодня мы поговорим о словах. В пятом уроке у нас четыре существительных и одно числительное, слово 5. Сегодня мы поговорим только о существительных. A kitten – котенок, a vase – ваза, a lamp – лампа, a star – звезда. Первое слово – a kitten – котенок. Посмотрите, как его надо писать. Используем технику безотрывного письма. Пишем, не отрывая руки от бумаги. Вот мы написали слово. Теперь мы ставим точечку и одной чертой прочерчиваем две буквы «ти». Показываю еще раз. Э-ки-т-тен. И теперь вот так вот. В учебнике, да, в учебнике показано, что каждая буква «ти» прочеркнута одной чертой. Но это неудобно. Наша цель – как можно быстрее писать. И поэтому вот эта техника письма, она позволяет писать быстрее. Итак, a kitten. Написали строчку. Снизу пишем еще один раз это слово. И напишем транскрипцию, то есть то, что мы слышим. A kitten. Сначала, да, мы слышим коротенький звук «э». Дальше. A kitten. Кэ, как русская «кэ», только палочка длинная. A kitten. И палочка коротенькая. В некоторых книгах, в некоторых учебниках палочку с точкой пишут. Дальше. A kitten. Да, мы один звук «т» слышим. Хотя в слове две буквы «ти». A kitten. И сразу после «т» мы слышим звук «н». A kitten. Ударение падает вот сюда. Значит, ставим перед ударным слогом. A kitten – котенок. Дальше следующее слово у нас «э» – ваз. Ваза. Вот здесь встречается у нас буква «ви». Эта буква при всей ее простоте очень коварная. На нее очень часто делают ошибки. Дело в том, что букву «ви» привыкает русское «и» писать и рисует вот эту вот черточку. А надо делать сверху переход на букву «эй». То есть буква «ви» начинается сверху и заканчивается тоже сверху. «Э-ваз». Помните, что вот сюда вот не надо черточку ставить. Буква «ви» вообще самая в этом плане сложная буква. «Э-ваз». «Э-ваза». Написали строчку. Теперь пишем снизу еще один раз это слово и транскрипцию. «Э-ваз». Да, коротенький звук «э». «Э-ваз». «Ваз». «В» – галочка. Дальше мы слышим «ваз». Мы слышим звук «а». Мы уже знаем с вами, что есть вот такой вот звук. Что вот это вот у нас звук «а». Да, это действительно звук «а», вот такой вот, как «лэ». Но это звук «а» только короткий. А сейчас мы слышим в слове «ваз» совсем не короткий звук «а». Мы слышим длинный звук «а». Так вот, есть еще один звук. Вот он, вот так вот пишется, как русская «а». И это вообще-то тоже звук «а». И вот он может быть и коротким, и длинным. Вы уже знаете, что если звук длинный, после него ставятся две точки. «Э-ваз», в конце «з». «Э-ваз», ударение сюда, на длинный звук «а». Значит, вот. «Э-ваз», «ваза». Следующее слово. «Э-лэмп», «лампа». Ну, оно достаточно просто пишется. «Э-лэмп», «э-лэмп». «Э-лэмп». Пишите строчку, про себя повторяйте. «Э-лэмп». Дальше напишем еще один раз. «Э-лэмп». И напишем транскрипцию. «Э-лэмп». 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 Лэмп». Длинненькая палочка. «Лэмп». Полу «а», полу «ээ». «Лэмп», «мэ». И в конце. «Лэмп», «пэ». Да, вот звук «п». И ударение сюда. Значит, ставим здесь. «Э-лэмп», «лампа». И последнее слово «на сегодня», потому что здесь есть ещё слово «файв» числительное, мы его в следующий раз пройдём. А «на сегодня» у нас «э-стар» – звезда. «Э-стар». Видите, всё время пишу, не отрывая руки от бумаги. «Э-стар». Когда говорю в конце «а», немножко язык задираю кверху. «Э-стар». Получается, в конце вроде как будто бы какое-то там «ре». Ну, не «ре», конечно, так. Немножко что-то там такое слышно. То есть говорите в конце «а», «э-стар» и немножко язык кверху. «Э-стар» – звезда. Транскрипция. «Э-стар». «Э-стар». «С-э-стар». «Т». И дальше мы опять слышим вот этот самый звук «а-долгий». Вот он, этот самый звук «а-долгий». «Э-стар». Вот сюда падает ударение, значит, ставим перед ударным слогом. «Э-стар» – звезда. Проверим, как мы написали транскрипции. «Э-стар» – звезда. Коротенький звук «э-ст», «т» и длинный звук «а-а». «Э-ваз», «ваза». Коротенький звук «э-в». «А-долгое», «з» в конце «ваз». «Э-китон», «котенок». Коротенький звук «э-к-и-т-н». «Э-китон», «котенок». «Э-лэмп», «лампа». Коротенький звук «э-л». «Полуа-полуэ», «э-м-п-а». «Э-лэмп», «лампа». Теперь можно почитать. Читать будем по столбикам. Сначала левый столбик, потом правый столбик. Здесь есть слово уже в этом тексте «пять», «файв». Да, мы его еще не учили писать. Но, тем не менее, мы на него можем посмотреть. Вот «лессон файв», то есть это слово у нас написано. Так что мы его все-таки давайте с вами тоже прочитаем. Итак, я читаю пятый урок. Сначала левый столбик, потом правый столбик. А вы внимательно слушайте. Следите. «Э-кетт и э-китон» – кошка и котенок. «Э-дог и э-фокс» – собака и лиса. «А-стар и э-ган» – звезда и ружье. «Э-хэн и э-фокс» – курица и лиса. «Э-хэт и э-кеп» – шляпа и кепка. «Э-дог и э-пиг» – собака и свинья. «Э-ваз и э-э-лэмп» – ваза и лампа. «Э-бокс и э-бед» – коробка и кровать. «Э-ваз и э-бокс» – ваза и коробка. «Э-пэн и э-кап» – ручка и чашка. «Э-ваз и э-э-капс» – одна ваза и две чашки. «Э-вая ваз и э-э-э-бокс и э-э-э-э-э-э-э-эмпс» – одна коробка и пять ламп. Вот теперь вы можете прочитать этот текст сами, а пока давайте послушаем, как нам это всё красиво прочитают профессиональные дикторы. Субтитры создавал DimaTorzok Выполним упражнение письменно. Переведём предложение с русского языка на английский. Прежде чем писать, сначала надо сказать по-английски, что вы собираетесь писать. Разберём. Ваза и варенье. А ваза и джем. Записывайте. Второе предложение. Звезда и кровать. А стар и бед. Записывайте. Третье предложение. Котёнок и лиса. Четвёртое. Лампа и ящик. Пятое. Кровать и ваза. Четвёртое. А бед и ваза. Шестое. Собака и котёнок. А дог и китон. Седьмое. Чашка и звезда. Котёнок и ружьё. Котёнок и ружьё. Котёнок и ружьё. Девятое. Варенье и лампа. Джем и ламп. Десятое. Ваза и свинья. А ваза и пиг. Проверьте, правильно ли вы написали. Помните ли вы, что перед словом джем варенье не надо ставить артикль э, потому что это вообще-то неисчисляемое существительное, то есть существительное, которое нельзя посчитать. Домашняя работа. Надо перевести предложение с русского языка на английский. Давайте разберём, что вы будете писать. Первое предложение. Ваза и звезда. А ваза и ваза. Лампа и чашка. А ламп и ваза. Третье. Котёнок и кровать. А китон и ваза. Четвёртое. Звезда и ваза. А ваза и ваза. А ваза и ваза. Пятое. Варенье и лампа. Джем и ламп. Шестое. Лиса и котёнок. А фокс и китон. Выполняйте письменно. Удачи! Удачи! Понятно! Что выfahrки? Удачи! 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 Продолжение следует...